Ииии, привет, привет! Сегодня видео будет посвящено, как вы видите по названию, пустым баночкам. Я уже их насобирала довольно много, и так как у нас страйки в Норвегии, и многие перестают, в общем, службы, которые занимаются вывозкой мусора, в общем, начинают страйковать, я решила быстренько избавиться от своих пустых баночек, чтобы они у меня не лежали еще до конца страйка. Итак, начнем. Значит, буду шебуршать, иногда у меня здесь пакет лежит, буду просто все подряд доставать. Значит, вот такой вот скраб для тела от Body Shop клубничный, вот так вот он выглядит, потрясающая штука, но, честно говоря, хотелось бы мне, чтобы эти скрабящие частицы были пожестче, но в качестве просто геля для душа, очень даже классная штука, с потрясающим ароматом клубники, в общем, такая вот. Вот. Дальше, это шампунь от Natural Gates, увлажняющая Алоэ Вера, я его заказывала с сайта eHerb, вот так вот это выглядит, вот так вот, приблизить. Значит, что хочу сказать, хоть он увлажняющий, но... у меня было ощущение, что он мне сушит волосы, консистенция у него очень густая, то есть его много не нужно было, чтобы вспенить, но все равно я... я его, честно говоря, сейчас использую как мыло для рук. Запах потрясающий, конечно, мне очень нравится, пахнет очень приятно, но как шампунь мне совершенно не понравился, поэтому я больше эту серию заказывать не буду. Дальше шампунь закончился у меня буквально вчера, 100 рецептов красоты, а шампунь нет, плюс активного действия репейный для устранения сухости. Вот такой вот шампунчик. Что хочу сказать? А сказать-то по сути-то нечего. Заявлено, что там устраняет сухость и хорошо для профилактики посечения, восстанавливает структуру волос, придает гладкость. Мне шампунь абсолютно не понравился ни запах, ни свойства. Добить я его, конечно же, добила, потому что, ну как бы, может, я ожидала чего-то большего, но сказать, что вау, класс, да, действительно, коса увлажненная, все зашибись, нет, этого сказать не могу. Обычный, самый обычный шампунь, то есть просто помыть голову и все, не ожидая никаких результатов. Поэтому тоже больше не буду. Далее, это лосьон тоник от чистой линии, она отварит целебных трав экстрактово селька для нормальной комбинированной кожи. Вы видите, что его здесь довольно много еще. Бултыхается, я его не использую, мне совершенно не понравился. Очень липкое ощущение на лице после этого тоника. И, в общем, аромат приятный, но, честно говоря, он как-то помутнел, даже постояв немного какое-то время, абсолютно недолго он помутнел. Но я не буду приближать показывать, потому что вряд ли это будет все равно видно. Но, в общем, мне не понравился этот тоник, абсолютно недовольна. Я его выбрасываю. Дальше, ой, такое вот средство для автозагара, для лица специально, 40 мл. Вот есть салфетки такие, я решила приобрести крем. Это значит увлажнение, плюс, господи, забыла слово. Автозагар. В общем, тоже здесь 40 мл. Я его не доиспользовала, выбрасываю. Он такой, с помпочкой удобная, в общем-то, упаковка. Но выбрасываю почему? Потому что он мне ужасно забивает поры. Я заметила, что этот крем мне на лбу забил поры настолько, что я по сей день не могу нормально его очистить. Поэтому, в общем, эту штуку выбрасываю. И что я использую для лица, для автозагара, покажу в другом видео. Дальше, значит, выкидываю, выбрасываю я репейное масло от Evolar. Многие им восхищаются, многим оно нравится. Мне оно совершенно не понравилось. У меня скорпевой стимулирует рост волос. Мне не понравилось тем, что оно ужасно пахнет. У него аромат просто отвратительный. Я не знаю, как его можно переносить. Плюс, еще я его не могу смыть с волос. Потому что я на корни волос я не наношу масло. А для кончиков у меня полный шкаф, полный арсенал других масел, которые пахнут приятнее, и как-то я в них более уверена, чем в этом. Поэтому оно абсолютно полное. Я его, в общем-то, выбрасываю, мне оно не понравилось. Дальше, это какой-то пробник от Eherb. Я его даже не открывала. В общем-то, мне он как-то и не нужен. Дальше, пустая коробочка у меня. Это полоски для носа от Formula 1006. Хорошие полоски использую. Буду продолжать их покупать. Дальше я выбрасываю мицеллярную воду от Vichy. Ужаснейшая штука. Я ее пыталась как-то с ней подружиться. Вы видите, что я долго, интенсивно пыталась с ней подружиться. Ужасно. Просто ужасно. Она оставляет настолько липкое ощущение на лице. Вот все лицо такое липкое, к нему противно дотрагиваться. Смывая макияж с глаз, если я, например, удивлюсь, или просто, вот открою глаза, у меня веки прилипают к друг другу. Настолько липкое это средство. Это отвратительная штукенция. В общем, не советую, выбрасываю. А что касается смывания макияжа, с глаз смывает паршиво. Макияж водостойкой туши абсолютно не смывает. Далее. Это вот такая вот масочка peel-off с огурцом антистресс. В общем, ну, мне ничего особенного. Абсолютно ничего особенного. Не могу сказать. Мне не очень-то она мне и понравилась. А дальше это вот такой вот крем для, ой, крем-гель, крем для душа, господи. Что-то я прям совсем после работы все торможу. А доктор Греб Сенситив. Если вам нечем мыться, можете купить этот. А так, в принципе, сказать, что он, вау, какой-то там супер гладкая кожа от него или еще что-то. Нет, ничего подобного. В общем, такая вот обычная, самая что ни на есть обычная. И то, если у меня будет выбор клубничный скраб от Body Shop или доктор Греба, обязательно Body Shop 100% друг. Дальше. Вот такие вот полоски для носа, те, которые я использую сейчас. Я их заказывала с Body Shop сайта. Тоже очень хорошие полоски. Очень мне нравятся. Буду продолжать их заказывать. То есть, если у меня не будет там, допустим, времени зайти купить эти, закажу эти, либо наоборот. То есть, в принципе, я чередую. Мне обе они нравятся одинаково. Обе фирмы и полоски. Шебуршали. Дальше выбрасываю. Я, конечно же, почему, конечно же, можете посмотреть ниже видео о моем обзоре на BB Cream от Garnier. Поэтому, конечно же, я его выбрасываю. Ужасная штука. Совсем мне не понравилось. Девочкам, у которых идеальная кожа, и при том не жирная, а ближе к сухой. Вот это средство подойдет. А мне, как счастливой обладательнице жирной, фуфло. Дальше. Выбрасываю уже пудру от Viva La Diva. Вот такая вот пудра. Там зеркало. В общем-то. Спонж совсем уже весь разлезся. Но довольно интенсивно я ей пользовалась. Она была в номере 01 Nirvana. Она написана вообще на Waterproof. Конечно, ничего не Waterproof. Но должна сказать, что пудра довольно-таки неплохая. Она мелкого помола, очень нежная. На лице ее фактически не видно. В принципе, как бюджетный вариант пудры, очень даже здорово. Так, я немножко буду подтрыгивать, потому что я сижу на коленях, у меня ноги начинают вытекать. А дальше я выбрасываю... Ну, выбрасываю, потому что пустая баночка уже это просто жидкость для снятия лака. А мне она совершенно не понравилась. Очень огромный расход. Единственное, что у нее хорошо, это то, что она не пахнет ацетоном. Пахнет какими-то цветочками. В общем, ароматизатор какой-то. Вот такая вот. Мне не понравилась она. Фигня. Расход очень-очень большой. Дальше. Выбрасываю я вот такой вот фломастер для... Ну, подводку. Фломастер от Isadora. Вот такая вот она. Это отвратительная штука, девочки. Ей невозможно нарисовать вообще линию, потому что вы когда наносите, получается посредине, где соприкасается этот фломастер с веком, остается полоса. Дорисовать ее невозможно. На руке, конечно, потрясающе смотрится. То есть, можно нарисовать абсолютно любые полосы. Там и такие, и такие, и в общем-то. И тоненькие. Но века подводит плохо, держится ужасно. Не понравилась мне абсолютно. Она стирается очень быстро, исчезает. И, в общем, продукт мне не понравился совершенно. Дальше я выбрасываю свою любимицу. Это тушь от белорусской туши Элит. Тройной эффект. Выбрасываю, потому что она уже закончилась. Но тушь потрясающая. Могу ее рекомендовать однозначно. Но о ней уже все равно было много сказано. Не буду дальше распыляться. Но при возможности обязательно возьму еще раз. Далее вот такой у меня еще был гель-пилинг для душу освежающий от фирмы Амрита. Это фирма Амрита. Это типа Reflame, типа Avon. Но у них косметических средств не так уж и много. У них в основном уходовые. Какие-то пищевые добавки. То есть, вот такое. Но смысл тот же. Маркетинговая такая штука. Ну, что хочу сказать. Тоже как бы частицы у него очень мелкие. Вот видно, немножко там осталось. Их очень мелкие. Хотелось бы немножко пожестче. Но в принципе аромат неплохой. С своей задачей справляется отлично. А далее уходит у меня три лака. Начнем с этого умная эмаль. У меня эта бутылочка закончилась. У меня другая есть. Поэтому эту я отправляю на свалку. Пользуюсь регулярно. Дальше Drying Effect от Maybelline. Вот такой вот лачок. Девочки, кстати, классная штука. Кто хочет бюджетный вариант быстрой сушки. Вот это потрясающе. Очень хорошо сушат. Очень быстро. Выбрасываю вот такой вот лак от Floor Mar. В номере 908. Вот, 908. Выбрасываю почему? Потому что цвет мне нравится. Цвет такой коралловый, красивенький. Но держится просто ужасно. Он отколупывается буквально через пару часов после засыхания. Вот. Поэтому, но я не вижу смысла хранить вот эту вот фиговину, когда она совершенно ужасного качества. А что мне здесь осталось? Осталось парочку вещей. Значит, выбрасываю я Нивея. Бальзам для губ от Нивея Pure Natural. Вот такая вот... В общем, всё, что осталось. Но я уже... В каком-то видео я уже говорила об этом блеске. Бальзаме мне не нравится. Выбрасываю бальзам, который я получила в подарок от Eherb. Ванила. Скажу ещё поближе. Вот такой вот. Ой. Он расплавился, девочки. Он расплавился. Лежал у меня на балконе, расплавился. В общем, почему выбрасываю? Потому что штука абсолютно бесполезная. Ничего не увлажняет. По-моему, вообще даже подсушила губы. Вот. И последнее в моём мусорном пакетике. Это масло вот такое вот. Это масло от Evroche. Вот так вот оно выглядит. Такая бутылочка. 100 мл в нём. Девочки, это просто сказка, а не масло. Это настолько потрясающий продукт. Я уже заказала себе ещё два. Это сногсшибательное средство по уходу за телом. Могу его настоятельно рекомендовать. Оно идёт так же, как уход за волосами. Но я его не использую для волос. Потому что оно, не знаю, как там мне не прельщает перспектива использовать это масло для волос. Но у кого волосы вьются от природы, это будет потрясающее средство для создания эффекта мокрых волос, скажем так. А для чего я его использую? Я использую его для тела после душа. Но не чистое масло. А я ещё добавляю в него эфирное масло. То есть для меня это базовое масло. Девочки, кожа подтянутая, упругая, гладкая и нежная. Это потрясающая штука. Я действительно могу её рекомендовать. Попробуйте. Стоит она недорого. В крайнем случае не понравится. Пустите его на увлажнение пяток. Это дело такое. Вот. Это было всё из моих пустых ванночек. Надеюсь, было не очень долго. Надеюсь, было не скучно. И надеюсь, вам понравилось. Поэтому пишите, комментируйте, подписывайтесь, комментируйте. Оставайтесь любимыми и красивыми. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok